Погнали наших городских. Это у нас играет Ларго против Кармака. Кармак довольно известный игрок. Короче, Кармак, Кармак, он очень похож на Пупка внешне. Вот он, знаете, он как Пупок, немножко напоминает Пупка, но как если бы Пупок жил бы не вот в Екатеринбурге, а в какой-нибудь Варшаве или Братиславе. И носил бы Адидас. И это не минусовая характеристика, вот. Я просто видел стримы Кармака, он такой, знаете, типа 150% слав. Вот прям из мемасов. Вот я бы так это назвал бы, вот. Он прям такой слав-слав. Ну Пупок на стриме вроде не носит Адидас, спиритолог. Так, Кармак вроде носит. Я это имею в виду. Я говорю про стримерский образ. В общем, по Кармаку складывается ощущение, что он может слушать хардбас. Вот. Я немножко иронизирую, то есть, ну он на стриме норм все делает, но вид у него вот прям буквально 150% слава. Это неплохая характеристика, если что, не подумайте. Ох, как дерево предательски ушло. Вообще плохой лосс. Как бы условный дамаг, на который мы рассчитывали в виде тролля, подвел. Мы получим халявные 3 куба в Блицера, что не хотелось получать с МБ еще. И мы не дали ни одного минуса на лосе. То есть, честно говоря, старт для орков, ну, мягко скажем, не очень. Еще мне не нравится выбор лидера на Тровере. Я считаю, это плохой выбор именно в плане... Орков можно собрать и с реролом, и они ничего от этого не теряют. Да, Гоббас сидит на банке. То есть, мне кажется, что навык на игроке вместо запасной линейки был бы лучше. То есть, общий рерол вместо лидерского рерола без запасной линейки приятнее смотрится. Но это чисто мое мнение. Я могу быть не прав. Скажем так, таково мое представление о Бладбоуле. О правильном оркском ББ. Ну что, надо клепать клетку с гордами? Ну, то есть, я согласен с тем, что Троверу надо брать блок. Тут выбора мало. Но ему больше навыки-то не нужны. Аккуратно пока перестраивается Ларго. Так, это важный момент. Вот этот удар мог быть ключевым. Ну, одним из ключевых. То есть, это абсолютно правильный Блиц. С правильной идеей. Просто немножко не прокатило. Мне, кстати, кажется, что можно было и здесь остаться. Я понимаю, что он боялся толчка вот этого парня на дерево. Но так он ковал линейку. Ну, правда, ладно. Кармак чувствует игру и отходит назад. Мне кажется, это правильное решение. Хотя сейчас можно протолкнуть тролля. Да! Будут протолкивать тролля на дерево. Прикольный ход. Кармак хорошо играет. Слушайте. Вот это позиционно очень сильный ход. Правда, мне немножко не нравится, что он дает теоретический шанс въезда во второго дансера. Пробой очень приятный. Пробой прям очень приятный. Ну, блин, конечно, тоскливо играть против команды... Против команды вудов, когда они в фулл составе. Прям видно, что даже у орков проблемы начинаются. Да, посмотрите просто. Вот у нас, кстати, было обсуждение, по-моему, в... Как это называется-то? У нас было обсуждение внутри команды, что оркам может не хватить дамаги для продавливания. Вот этот матч, кажется, показывает это. Прям реально чувствуется, что оркам, кажется, не хватает. В смысле, чувствительно не хватает. Это еще спасибо, что дерево приросло. Потому что если бы дерево не приросло, позиционироваться было бы на три порядка сложнее сейчас. Да, я бы... Я сейчас уже... Пэш-спиритолог. Вот конкретно в этом матче... Тут уже как бы кажется, что у орков нет особого... Вин-кондишн. Я имею в виду, что при желании, при желании... Вуды просто могут и не дать орку забить. Они еще как бы немножко заставляют орка растягиваться сейчас сильно. Сейчас вот идет байт на блиц в стрипболиста. Но я немножко не понял такого заднего забегания. Посмотрим. Понимаешь, орки без пробоя... Орки без пробоя... Ничего особо сделать не могут. Без пробоя они могут только смотреть на вудов, которые будут от них убегать. Что, собственно, пока и происходит. Ну вот этот момент опять с растягиванием. Я, правда, не уверен, что стоило подставлять игрока. Очень прет, конечно, кармаку на непробой пока. На мой взгляд, кармаку прям очень сильно завозят. Эльфы что могут? Выбить мячик и унести его? Что еще эльфы должны делать? Растягивать? Находить ошибку в позиционировании? И... И... И кряхтеть убегать. Ну, не считая того, что, например, эльфы просто могут забить быстрый гол. Потом получить приятный ивент. Но вот я пока тоже не вижу. Здесь я, пожалуй, саглы. Я тоже пока не очень понимаю задумку эльфа. То есть он как-то вот шароёбится вокруг. И все. Меня это немножко удивляет, конечно. Я бы... Я бы играл бы более агрессивно. Ну, пока... Пока эльфы, как минимум, не избиты орками. Что уже неприятно. Странно просто, что он вроде разделил команду, да? Но при этом что-то как-то ничего не делает с этим. Как говорится, много вопросов, мало ответов, ребят. Я пока не понимаю плана Кармака. Я все, что могу сказать. Единственная моя идея, что сейчас Кармак резко прыгнет на мяч, пока орки разделены. И заставит орка забить. Вот это единственный план, который мне кажется адекватным в разрезе того, что происходит. То есть вот сейчас резко вот эти шесть эльфов и еще там, допустим, еще два, восемь эльфов прыгают на мяч. И так далее. Это не похоже на то. Вообще эльфы сейчас могут, типа, зафалить так листа при желании. Ну я что-то не понимаю, серьезно. Я планы эльфа не улавливаю. Вот у меня что-то как-то отсутствует понимание, что хочет эльф. Вот сейчас он начал разделять, только вопрос в том, хватит ли ему, типа, трех или двух ходовки на гол. Прокинет ли он ее? Очень странный выбор, короче. В смысле, в смысле, поздновато начинает действовать. Он начинает действовать, когда вроде как бы уже, ну не то чтобы все понятно, но как бы остановить орков уже тяжело. Так понимаешь, проблема в том, что прыгун будет бить, типа, без борьбы, и как бы, ну там не такие хорошие шансы в красные. Вот. Второй прыгун далеко, а там стрипбол не работает. То есть, странно, что он, например, не взял одного прыгуна, допустим, борьба такала в другого, или там, ну ладно, один МБ такал, а второй, например, стрипбол борьба. Или я не знаю, что-нибудь такое. У него какой-то странный немножко подбор. Ну, прыгать хочет на последний ход, на последний ход, не знаю, мне кажется, для одной попытки мало шансов. Ну, давайте на секунду посчитаем просто. То есть, ему надо найти самбо минус 2D, его устраивает два результата. Ну, типа, 21% это как-то, ну, ну, мало, нет? Это, это не считая прыжка, с прыжком-то еще меньше. То есть, если рассматривать это как всю серию, не, не, он садится, садится. Так правильнее, кстати. То есть, если бы он решил бы ждать прыжка, то это было бы вообще, типа, 16%. Это, это не очень. Вот, вот, то, что сейчас делает, мне больше нравится. Ты, конечно, орк. Нет, а что ты хотел-то? Ты свою зеленую гнилую черепушку подставил под кулак? Ну, как бы, на. Привет, Гадвар. Поздравляю тебя с победой над одним из лидеров твоей группы. Ты у нас теперь вообще большой мальчик. Можешь даже остаться в вышке. Вот эта шестерка очень приятная. Правда, она все равно пока не смотрится как Сталин. То есть, по сути, вот, Кармак, скажем так, мне кажется, что Кармак мог... Ой! Я понимаю этот Сталинг. Я с ним вообще, как бы, решительно не согласен. Но понимаю... Ну, не знаю. Ну, окей, допустим. Ну, скажем так, Ситар, Вуд нормально все сделал, но мне лично кажется, что Вуд мог провернуть это на ход раньше. Единственная моя маленькая претензия... Я не особо шарил в Вудах, но мне кажется, Вуд мог на ход раньше сделать. Ну, все, орк забивает, как бы. Ай! Ой! 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 Да бланк? Это было страшно. Забивает, проверил. Ну, скажем так, мне Ситар еще немножко не понравилось, что фактически, фактически, Кармак там два или три раза буквально без ГФИ, без всего дал простые 2D в дансера. То есть, мне кажется, что это чуть-чуть, как бы, не очень. Но это чисто по моему дилетантскому мнению, если что. То есть, мне кажется, что лучше было не давать. Шикарный ивент. Вообще, конечно, фантастически крепкие вуды. Блоков-то они на самом деле получили, ну, ну, прилично. Да, тут, конечно, халява выходит. Не полная халява, но теоретически, может быть, даже получится дать паз в зачетку. И даже... Или освободить... А, нет, просто снять Блицом. Просто снять Блицом. Дать сразу вкладку и потом кинуть простой дочь на гол. Ну, сильно повезло, кстати. Правда, немножко корява расставился, кстати, Ларго. Слушайте. То есть... Теперь будет бросок на 1-3 плюс меньше. Лол. Ребят. Из-за вот этой ошибки в расстановке будет на 1-3 плюс меньше на гол. Должно быть 2-3 плюса, а будет 1-3 плюс. Это ошибка. Ну, как бы именно что техническое исполнение подвело. А вот, слушайте, а был бы 3 плюс, он бы не кинул. Был бы 3 плюс, если бы он правильно расставил. Ой, господи. Лол, это сыграло. Ошибка в одну клетку сыграла. Ой. Я бы вообще бы, конечно, сгорел бы. Ну, блин, но он ошибся. Наверное, ошибся. Это реально ну, как бы ошибка на одну клетку решила гол. Слушайте, редко такое увидишь. Прям молодец Кармак и не молодец Ларго. Прям максимально жестокое наказание за за ошибку в одну клетку. Вау. Ой, дака будет. Ой, дака. Вот как я не хочу играть с Кармаком и засраной даки, если бы вы знали. Ой, господи. Как я не хочу играть с Кармаком из-за даки. Ой. Ой, господи. Дайте мне непруху, господи. Надеюсь, я попаду на непруху. Да ну, ну, Гитблат, ну просто смотреть на даку нельзя. Она душная. Ну, правда, это какая-то пока еще не полная дака. Это такая как-то. Недачная дака, окей, нормально. Это не та дака, которую мы ждем, вот. Ну, видимо, та, которую заслуживаем. Парам, парам. Ну, не знаю, кому нравится смотреть на даку, ну, серьезно, ребят. Нет, ну, я не знаю, может, кому-то нравится смотреть на даку, но я в ней не вижу вообще ничего весолого. дака для меня это просто как бы синоним уныния. Не, не, слушай, в толпе месения гномов обычно все-таки наступает какой-то... Там, там интересные моменты наступают просто быстрее, чем в даке. Ну, чисто на мой взгляд. Ну, да и, может быть, со мной как бы не согласен, я все понимаю. Как бы, вопросов нет. Сколько людей, столько и пельменей. Ну, вот. Без агрессии, я бы сказал, без агрессии. Я не говорю, что дак это плохо, просто как бы... Я не люблю, когда вся игра сводится вот к одному моменту. Мне вот эта вот концепция, типа, давай выйдем раз на раз, она всегда кажется максимально душнявой. Не обессудьте, как говорится. Ну, господи, люди... Я видел столько разных вариаций даке, что меня уже, в принципе, ничто не удивляет. Эльф имеет полное право, да понятное дело, что имеет. Я ж не Джейсон с Тетхэм, чтобы... Я запрещаю вам делать даку. Ну, нет, конечно. Кто может запретить срать? Ну, серьезно. Вот, просто, ну, я, я лично по своим соображениям не люблю на нее смотреть. Понимаете, когда я играю на гномах, и любой высококлассный тренер начинает играть против меня даку, у меня начинает что-то как бы внутри умирать каждый раз. Я чувствую себя батраком, который, типа, выходит из ратуши и такой, опять дака. Вот. Ну, вот я поэтому я это ситар тоже так аргументирую. Я люблю, когда риски диверсифицированы. А когда у тебя все риски в одной корзине, типа, просто, понимаете, самый для меня яркий пример был в ПО Ладдер, когда, когда, по-моему, Шон играл на вудах против какого-то, ну, типа, откровенного дна. Притом, у него была суперкоманда. Там был эльф Ван Тернер. Там был суперагильник. Так, короче, там была просто команда бога. Он кинул даблу, не забил гол, сразу же получил убийство Ван Тернера, аптека смерть. Короче, ну, в общем, там было классно. Там буквально вся вот эта дака размазалась ему по лицу и он в итоге отлетел просто от какого-то, ну, как бы омега лул нубца. Понимаете? Да, да, на шестой или на седьмой чё-то типа того. Там просто, 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 понимаешь, Гитблат, там реально можно было сыграть любую другую стратегию и она смотрелась бы сильнее. То есть, ну, как бы, как бы так выразиться. Короче, с той командой, с той командой не надо было играть даку. То есть, даку, наверное, имеет смысл играть, например, ой, господи, это ошибка. Ой, как плохо сыграно, ой, как плохо сыграно. Ой, ну, вот тут кармак, конечно, вот без обид, вот здесь кармак, конечно, сыграл коряво. Вот, вот это, вот это прямо такая, прям слабая игра от кармака. То есть, вот потраченный реролл, вот это вот метание на двух клетках, лишний додж. Ну, это, это фу, это фу, конечно. Даку играет, потому что она сейвит Тиму от ударов. Ну, понимаешь, в чем проблема гидбланд? Проблема же даки не в том, как бы, что это дака, а в том, как ее используют и против кого. То есть, людей, которые действительно понимают даку, их можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть, большинство используют даку, ну, типа, на уровне животных инстинктов, условно. Если можно так выразиться. Я не использую даку. Я не играю на командах, которые... Я умею контрить даку. У меня против даки отличный винрейт. Ну, потому что я играю на гномах. Это несколько добавляет винрейт от даки, скажем так. Ну, то есть, я играю там на хд. Я ставлю коров по бокам. А у чела даже гордов нет. И он такой... Ну, придется кидать в красный даку. Хотя, понятно, что как бы и без того не очень шансы будут сокращаться очень резко. То есть, меня дака обыгрывает обычно, когда происходит нечто типа сверхъестественное. сверхъестественное. Слушай, я не знаю, я, по-моему, с даки не играл или играл один раз. Не знаю, Good War, почему люди так не играют. Видимо, бот подвис. А нет. А нет, я играл с даки. Слушай, еще когда я играл? Так, так много. Ну, сейчас пойду гляну даты. Мне стало интересно. Я вообще не помню. Я помню, я помнил один луз даки. И все. Сейчас посмотрю. А, ну, понятно. Я помню тот луз, который был в марте. А все остальные игры были сыграны типа в 17-й год. Ну, короче, давно. Понятно. я помню, я играл в зеркало орков и там типа был очень обидный луз. Мне что-то не нравится, как сыграл сейчас орк. Ну, это сейчас закат будет, лол. Ну, сейчас будет закат, ребят. ну, блин, это настолько очевидный закат. Ну, то есть, понятно, что есть шанс, что сейчас будет типа фейлец, но как бы, блин. Два плюс кинули. Ну, я не орк, ну, 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 извините. Ну, это дабла, слава богу, уже не влияет. Ну, вот, конечно, если твой оппонент играет так, то дака, конечно, вообще заебись. Просто, просто, да. И пробой пошел вовремя. Вот это, вот это пробой. Да. Понеслась. ну, просто, понимаете, вот, как бы, почему дака сыграла? Потому что орк, ну, как бы, либо не имеет опыта игры против даки, либо я не знаю че. Ну, согласитесь, это убого было. Я не знаю, типа, как бы, понимаете, грубо говоря, ну, если учесть додж. Окей, давайте учтем додж. Учтем додж. да. Ну, типа, он дал, грубо говоря, три плюс на победу эльфу. Три плюс. Понимаете, это, типа, как бы, а, фактически, фактически, даже не точный пас уже давал орку, ну, типа, в лучшем случае ничью. Короче, я не знаю, ну, это, ну, это бред просто. Ужасно сыграно. Просто ужасно. Не уверен, что этот фол был нужен, но, видимо, это фол угнетение. Я не знаю. Ну, орк, скажем так, гетблат, ну, орк просто неправильно, разыграл. То есть, орк мог повысить шансы этого наказания Дакки. Даже при том, что орку в целом, в принципе, не везло. Ну, зачем этот удар, если ты матч уже проиграл, как бы, типа, ладно, он верит в то, что у него будет плюс ход. Ладно, ладно, ладно. К этому вопросов мало, орк верит в плюс ход. Просто, на мой взгляд, вот, орк, ну, буквально, дал действительно очень простой закат гол. То есть, если бы орк имел бы хотя бы интуитивное понятие вероятностей, если бы орк имел хотя бы интуитивный, я не знаю, зачем додж. Может быть, пбмить, ребят? Да, я согласен, дождь выглядел странно. Это такая форма БМа от Восточной Европы. Непруха научил. Ну, блин, не знаю, ну, вот, мне вообще не понравилось, как Ларга играл. То есть, ну, вот, что-то как-то нет. На вкус и цвет, товарищи, нет. Я бы так их назвал. Я бы давал так, разочаровательно. Зачем все это дело, орк в конце, непонятно. Но, опять же, пробой у орка был поносным абсолютно. Тут не поспорить. Хотя, при этом, все равно у орка были все шансы. Все шансы. КОНОЛИНСКИ, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...